Годрое утро, уважаемые радиослушатели! Я приветствую вас в нашем эфире. Я напоминаю всем, кто еще не заучил наизусть наш телефон 65 10 99 и 6 код города 495 писать можно на наш сайт финанс.фм Тема нашего сегодняшнего разговора брачный контракт. Навеяна данная тема предыдущей программой неожиданно много вопросов мы получили на тему, что же такое брачный договор, брачное соглашение, откуда это все идет, зачем это нужно, для чего, почему. Очень-очень-очень много вопросов. Развеять все мифы, а может быть и не мифы, брачного договора в российском праве и в сегодняшней нашей жизни сегодня помогут нам Филипп Шишов, адвокат, директор коллегии адвокатов презумпция, и Роман Бетридинов, управляющий партнер Центра наследства. Господа, даже не знаю, как начать. Сначала, может быть, с краткой исторической справки, вообще, что такое брачный договор. Если что, поправляйте меня. Я, как бы, вкратце начну говорить, что истоки брачного договора берутся еще в Римской империи, еще до того, как церковь наделила брак немножко такой мистической составляющей, что брак заключается на небесах, все это, оказывается, было уже доблестными римлянами прописано, описано, составлено, и даже приведено в определенный порядок. Некоторые другие империи, страны тоже имели подобное регулирование подобных отношений. И на протяжении уже многих веков, не только в нашей стране, но на самом деле и по всему миру, идет как раз спор, нужен ли брачный договор, не нужен он, а как же любовь, а как же духовная близость. Ну, поэтому мы здесь все злобные юристы и собрались, чтобы как раз немножко и рассказать нашим радиослушателям, что некоторые засады можно избежать именно брачным договором. В некоторые засады можно попасть. если я не прав, поправляйте. Ну, безусловно, я думаю, что самое главное, что можно сказать, что есть огромное количество ситуаций, когда супруги, вступая в брак, исходят как раз с этих принципов любви и взаимопонимания, а в этом семейный кодекс с Новым Заветом очень схож, но отношения портятся и из-за того, что люди не регламентировали какие-то отношения и более того, из-за того, что люди каждый день не держат руку на пульсе финансовых взаимоотношений с учетом еще всяких доходов неофициальных и разных. Очень много есть историй, очень много есть обращений, когда теряют супруги при разводе очень много или не приобретают того, что должны были бы приобрести. Потому что мы с вами знаем прекрасно, что мужчина может работать, женщина может расти детей, это тоже очень важный и очень ценный капитал, но когда люди разводятся, то уже никто не зачитывает этот капитал по домашнему хозяйству и по воспитанию детей, например, в счет какого-то там совместного имущества, совместной ценности супругов. Поэтому мы можем сказать наверняка, ну и пояснить для слушателей прежде всего, что брачный договор регламентирует имущественные отношения и только имущественные в период брака и после его расторжения. Поэтому, если договора нет, то да, есть определенный риск, хотя семейный кодекс говорит о том, что если договора нет, все, что у вас есть, все, что приобретено в браке, это ваша общая совместная собственность. Поэтому, в общем и целом, защищает супругов вот в этом случае, в случае развода. То есть, если я правильно понял, то брачным договором можно изменить установленный законом режим? Да, ну конечно, вы можете установить режим совместной собственности, например, на то, что является личной собственностью, в том числе, на то, что было приобретено. Роман, я вижу ваше изумление, слушайте, поскольку, да, понятно, да, что мы с вами коллеги, мы с вами юристы. Некоторые вещи, которые мы сейчас обсуждаем, на самом деле, для нас это прописные истины. Но, пожалуйста, не забывайте, что сейчас кто-то едет за рулем, кто-то сидит у себя за рабочим столом и внимательно слушает наше радио, кто-то уже хватает трубку телефона и пытается дозвониться со своим вопросом либо со своим мнением, которое очень важно, есть ли брачный договор, нету брачного договора, телефон прямого эфира 6510996, а кто-то пишет на наш сайт финам.фм, как это правильно говорится, оставайтесь с нами, река вам пройдет незаметно. Нет, пишите, очень интересно, ваше мнение, есть ли у вас брачный договор, заключали ли вы, сталкивались ли вы с ним, может быть, есть какие-то вопросы, задавайте, стреляйте в нашей студии эксперты, которые с удовольствием расскажут вам, что надо делать. Филипп, вы так вздохнули, мне показалось, что вы что-то хотите сказать. я хотел сказать, что брачный договор это соглашение, которое может быть заключено и действует только в случае расторжения брака, то есть, ну, как в браке, так и в случае расторжения брака, потому что в основном вопросы между супругами появляются не в тот момент, когда они захотят заключить брак, а когда в действительности у них наступает какой-то критический период и встает вопрос, в том числе в суде, но это как раз общепринятое заблуждение, потому что, когда муж, не спросив у жены или жена, не спросив у мужа, взяла 20 миллионов долларов в долг, такие ситуации часто бывают и скрываются как раз во время судебных процессов. Так что, вы считаете, что данный договор, он работает только после брака? Нет, просто данный договор, он предоставляет дополнительные гарантии лицам, которые хотят вступить в брак или состоят в браке. Именно поэтому он может быть заключен до брака. Может, все-таки не гарантия больше еще на берегу обсудить, кто за что, когда будет отвечать в случае. Как и общественные можно сказать гарантии, потом обязательства имущественные перед друг другом. Не смотрите на меня как на идиота. Слушайте, вот имущественные. То есть, можно определить порядок общения с детьми? Ну, нет. Мы понимаем, что только имущественные отношения. И тут вопрос именно в том, что закон это здорово, но есть, как мы с вами знаем, есть относимость и допустимость доказательств. И вообще попробовать доказать такие вещи неимущественные было бы очень тяжело. Именно поэтому они в законе отсутствуют. Но мы, опять же, для слушателей должны пояснять эти все азы и в принципе, что такое имущественные отношения. Потому что такие... Вот, вот, по-русски. Да. Вот, например, слова «заначка», «копилка», «общий котел», то, что знают люди в быту, это вот есть имущественные отношения. Все квартиры и машины тоже есть. Но мы с вами должны понимать, а обязателен ли брачный договор всегда? И нет. Ваше мнение. Если мы анализируем, нет, он не обязателен. Во-первых, почему? То есть это не подлежит разделу. Все, что вы в браке там унаследуете, все, что вам в браке подарят лично вам, это тоже ваше. А вот именно то имущество, которое вы приобретаете в браке, оно по закону общее сразу. Но любую квартиру, которую мы купим, неважно, на кого она будет записана, она будет общей совместной собственностью супругов в любом случае. Брачный договор... Это при отсутствии договора. Да, при отсутствии, разумеется. Поэтому, вот, зачем, казалось бы, нужен... Такс же регламентирует, что обязательство супруга это его личное обязательство. Если на эти 20 миллионов долларов он не отправил жену в кругосветное путешествие и она прокутил там 10. Вот в этом случае они оба будут платить своим общим имуществом. А если на это было, скажем так, куплено какой-нибудь домик? Опять же, если он стал общей совместной собственностью, то, разумеется, по этим долгам придется отвечать солидарно этим домиком в первую очередь, как мы понимаем. Круто. У меня немножко другое мнение. Хорошо, а как тогда доказывать, что имущество не было приобретено на эти деньги? Ну, к сожалению, да. Деньги не похожи. Блин, и вот тут-то как раз... Да, доказать тяжело. Роман, в том-то и дело, что это в конечном итоге вылиться в такое судебное разбирательство, где вы не сможете доказать, что эти 20 миллионов долларов были не потрачены на семью. Да, но ведь любой адекватный банк, что он требует? Он требует согласия супруги как минимум на эту сделку. Вот, Роман, кому я не готов доверять слепо, так это банку. Ну, если он требует, или он вообще просит, например, супругу в созаемщики. Такое тоже очень часто случается. Мы говорим, например, не только про банки, но и поверьте, кстати, большинство банков вообще не требует, а очень спокойно юридические департаменты хитро умалчивают, а потом в суде заявляют, что как это вы не знали действующее законодательство Российской Федерации. Филипп, вы заговорили про гарантии. Извините, Роман, у нас еще впереди целая передача, мы уже сейчас уже навострились. Так вот, все-таки вы заговорили про гарантию. То есть, брачный договор, ваше мнение, надо его заключать, не надо заключать? Ну, как вы правильно сказали, брачный договор возник еще во времена античности, ну, как и большинство институтов современного законодательства, римское право, вот, и после античности были определенные, в том числе, философии, произведены, ну, изменения произошли, вот, соответственно, это зависит от людей, которые вступают в брак. Если они вступают в брак с уверенностью, что это единственный их брак, то есть... Это все так делают? Ну, некоторые больше, некоторые меньше, вот, то есть, с точки зрения, там... Нет, был у меня коллега, который... С церковной, с сакральной точки зрения, то есть, ну, было бы странно требовать, там, от людей, которые венчаются, вот, заключение предварительного брачного договора, потому что, как я уже сказал, во многом этот договор регулирует отношения в случае расторжения брака, а в этом случае, ну, то есть, это каждый человек подходит сам, либо он предусматривает возможность в будущем расторжения брака, тогда, конечно, необходимо заключить такой договор, вот, но если, в принципе, то есть, это не допускается даже в сознании человека, ну, было бы странно советовать ему пойти и заключить договор, который будет действовать в случае расторжения брака, вот, то есть, это такой, во многом моральный аспект, вот, но, учитывая современные, Филипп, извините, что прерываю, мы передаем микрофон новостям, они у нас есть, как всегда, а вот после новостей мы сразу же продолжим, мы продолжаем разговор о брачном договоре, напоминаю, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, коллеги, во время рекламной паузы, до нас дозвонился наш радиослушатель, давайте же ему срочно поможем. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина, хотела бы, пользуясь случаем, задать вопрос экспертам. Стреляйте. Дело в том, что как раз в ближайшее время собираемся узаконить отношения, и по поводу брачного договора терзают сомнения, потому что со стороны родственников идет давление, что конкретно являясь владельцей квартиры и сейчас также участвуем в долевом строительстве, но оформлена на родителей вторая квартира и хотят как-то застраховаться, так как... Они хотят застраховаться от вас, что когда-то вы можете на долевое строительство претендовать, или... От супруга непосредственно, так как с ним не очень близко знакомы, еще пока не доверяют. Подождите, ваши родители не доверяют вашему супругу? Ну, вот... Возможно, ну, в будущем. Да. Так. Что пытаясь как-то обезопаситься, говорят, что все может быть в жизни, если вдруг развод, чтобы не осталось с нулем. Вот я, к сожалению, не сначала сполучила программу. Ничего страшного. Вот насколько обоснованы их страхи, если, в принципе... Я вам могу... Смотрите, давайте сначала... Вот тут роман заулыбался. Роман, стреляйте. Ну, я... На самом деле, ответ-то есть. Во-первых, долевое участие родителей к вашему супругу отношения не имеет. Это во-первых. Во-вторых, родители, если они придут на консультацию в любое место, им квалифицированный юрист объяснит, что является личной собственностью, а что является общей собственностью, да, там, совместной вашей. Вот все, что вы с супругом купите в браке, будет вашей общей совместной собственностью. Вот эти вложения, зарплаты или пенсии в далеком будущем, потому что я надеюсь, что ваш брак продлится как бы очень много-много лет, да. А вот то, что вам лично подарят родители, например, это же будет лично ваше имущество. Поэтому брачный договор, ну, он не обязателен в этом смысле. Не обязателен. Я вам скажу по-другому. Если вот муж вас, например, спасет вам жизнь какой-нибудь, ну, мало ли что бывает, вот такой. Или он там будет на хозяйстве, такое тоже бывает, такие мужья, например, бывают на хозяйстве, а вы будете делать себе головокружительную карьеру. И у вас будут деньги там, а вот у вас квартира куплена, например, до брака. И вы захотите эту квартиру с ним разделить, вот так сделать, вот для этого вам брачный договор понадобится. То есть вы сможете свою личную квартиру сделать общей совместной собственностью. Пока же никаких рисков ваш родители не несут. А если будем прописывать его и регистрировать... Ну, вопрос в прописке и регистрации. Член семьи, который вы прописываете, он сохраняет право пользования. Как только он, не дай бог, перестает быть членом семьи, то вы через суд его снимаете с учета... Никаких претензий не может быть. Нет, никаких претензий, кроме вот этого там процесса трехмесячного судебного. Огромное спасибо. Екатерина, Екатерина, сейчас, конечно, в рекламную позу Роман не попытается расцарапать лицо, вы это сможете посмотреть на нашем сайте Финам.фм. Но на самом деле ваши родители поступают совершенно правильно. Если у вас любовь будет вечно, ничего, брачный договор вас никак не смутит. А сейчас они пытаются просто обезопасить вас. И я бы на самом деле прислушался к мнению родителей и обязательно бы его заключил. Если подойти трезво к семейной ситуации, знаете, никакая бумага не помешает вашей любви и тому подобному. Кроме того, к сожалению, в нашей жизни с супругом мы знакомимся через пять, через шесть, через семь, даже через восемь лет, а иногда и через сорок лет узнаем его с новой стороны. Поэтому обезопасив себя данным документов, вы реально будете... Пускай он никогда... Никогда вы им не воспользуетесь. Ну, пускай он у вас будет. Екатерина? Полностью удовлетворена. Тогда следующие шаги просто идти на консультацию к юристу и уже оговаривать конкретно. Либо к юристу, либо к нотариусу. Екатерина, физкульт, привет, были рады, что вам помогли. До свидания. Давайте тогда расскажем, как о Лаверде это называется, да? Есть случаи с практикой конкретной, когда брачный договор заключается и когда он нужен. Я вот расскажу, совсем недавно был случай, а супруг берет... Роман, я вражески опять вас перебью. К нам просто стучится Татьяна. А, ну, нет. У нее тоже вопрос именно к вам и, я надеюсь, к Филиппу. Угу. Я готов. А то Филипп молчит как партизан. Просто не хочу перебивать. Татьяна! Да. Теперь ваша очередь. Здравствуйте. 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 У меня уже с мужем брак заключен, но сейчас возник такой вот у меня вопрос. Муж стал хорошо зарабатывать, вот сейчас покупает квартиру и даже думает о покупке дома, уже начал выплаты, но мне стало известно, что он планирует оформлять это следующим образом. Якобы покупает его отец и в тот же день дарит ему всю эту собственность тем, чтобы в случае развода мне ничего не достало. Стоп, 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 стоп. Определенную обиду. Он же дарит, уже вы же состоите в браке. Да, он как бы дает своему отцу деньги, чтобы тот купил и подарил ему вот эту собственность. Квартиру веду. Доход официальный у вашего супруга? Нет, неофициальный. Ну вот подождите, тут необязательно данные махинации вашего супруга связаны с тем, что он вас разлюбил или готовится к чему-то плохому. Вполне возможно. Слушайте, вы посмотрите на... Я хочу узнать, смогу ли я как-то доказать, что это было совместно приобретено. Так это же будет подарено вам в браке, вы же... Это будет подарено именно мужу моему. Филипп на меня хитро посмотрел, сейчас он будет... Если будет подарено мужу, то здесь, конечно, речь идет о том, что вы на это имущество претендовать не сможете. Претендовать никак не смогу. Да, и вам нужно будет как-то доказывать притворность этих сделок, которые состояли, значит, во-первых, в том, что он дарит то имущество своему сыну, за которое перед этим сын ему, значит, каким-то образом передает деньги. То есть вам надо будет попытаться доказать в данном случае, что у отца нету зарплаты и не было возможности купить такое дорогостоящее имущество, а у вашего мужа такая возможность была. Вот, мне кажется, по этому пути надо... Но я боюсь, что путь-то очень трудный и труднодоказуемый в итоге, вот именно из-за неофициальности дохода. И у меня как раз один вопрос, может быть, надо как-то поговорить по поводу брачного договора, что даже подаренное как-то будет делиться между нами? Нет, тут два выхода, два выхода, либо отец дарит не ему только, а дарит вам пополам, например, и это тогда адекватно и здорово. И это то, что вы должны прямо руку на пульсе эту ситуацию очень сильно держать. Либо если он подарил ему, то сразу же заключается брачный договор, по которому эта квартира становится вашей общей совместной собственностью, например. Вот так тоже можно. Если муж мотивирует это, например, тем, что при своем неофициальном доходе он боится, например, эту квартиру как бы получить, купить, чтобы у него какие-то вопросы не возникли. Но вообще ситуация с неофициальным доходом это главный бич вот этих вот как раз семейных и имущественных отношений. Потому что если денег нет, если нету легального истока, то как о них можно говорить, как можно заключать брачный договор в отношении этих денег, например. К сожалению, да, это большой минус. Поэтому вам эту ситуацию пускать ни в коем случае нельзя. Спасибо большое. Не за что. Не за что. И вот возвращаемся к тому, что так нужен все-таки брачный, может быть, с самого начала или не нужен? Ну вот здесь-то он не помог бы. Тут очень много нюансов. Подождите, если бы 10 лет назад наша радиослушательница заключила бы брачный договор с ее тогдашним женихом. С каким условием? В любом случае, если ей квартира подарена, ее можно. Что, например, договор здесь не есть. Коллеги, вы сейчас на меня смотрите и вы в 100% уверенности, что наши радиослушатели вообще понимают, о чем мы говорим. То есть, если бы 10 лет назад был заключен договор перед свадьбой, что, например, подаренное в браке, это как раз вот вы как юристы, я как юрист, да, можем проконсультировать, подаренное в браке, приобретенное совместную долевую собственность, что-либо, машина, квартира, дача. Может быть, таких вопросов бы сразу не возникало, то есть, все было бы оговорено на бумаге. Просто, Роман, вы в самом начале нашей передачи сказали, что, да ну, не-не-не, заключать брачный договор, я не считаю целесообразным. Нет, я не говорю, не считаю целесообразным, я говорил о том, что закон защищает изначально и без брачного договора, и есть конкретные моменты, когда он нужен. Вот вам Татьяна конкретно рассказала, вот закон защищает, но при... Вот брачный договор в ее ситуации не защитит ее, объясню почему. Потому что папа ее супруга банально не подарит ему квартиру. Если супруг... Стоп, стоп, стоп. Но вы говорите с точки зрения закона, что закон защищает. Но вы сейчас видите, как... Мы, правда, надо пояснить нашим радиослушателям, что мы сейчас почему-то презюмируем... Я хотел, кстати, спросить, да, презумпции чего. Филипп, презюмируем, что супруг Татьяны собирается лишить ее какого-то имущества. Ну, похоже на то, откровенно говоря. Ну, похоже. Знаете, как такое похоже бывает? Например, да, у меня обсуждение с моей супругой был брачный договор, но там совсем другая предпосылка, потому что я веду предпринимательскую деятельность, которая связана с определенным риском. Если эти риски наступят, то, скажем так, все, что было заработано, вот там Филипп обязательно нам подтвердит, да, что все, это из семьи уйдет моментально. Мы же это обсудили, что если будут предъявлены какие-либо требования, то все, что было нажито непосильным трудом, там, три портсигара, три видеокамеры заграничной, кожаные куртки тоже три, то все, все расходится по кредиторам. Да, вот здесь, кстати, интересную тему можно поднять. Недействительность брачных договоров, которые порой заключаются для того, чтобы еще иметь интересы третьих лиц, тех же кредиторов. То есть, если, например, супруг должен крупную сумму денег по какому-то договору, то часто бывает, что заключается договор брачный, что все имущество в браке, которое приобретено, отходит его супруге. И в этом случае кредитор... Хватит пугать радиослушателей. Вы-то как юрист, юристу, вы же прекрасно понимаете, да, что после подписания договора, да, и кроме того, кредиторов необходимо уведомлять о том, что данная оговорка в договоре присутствует. Да, и у кредиторов появляется как раз право признания этого договора недействительным. Но если кредитор был уведомлен об этом и в долг было дано уже после подписания данного договора, то кредитор идет непосредственно к своему должнику, а супруга на Бентли проезжает мимо и говорит, ах, какой у меня бедный муж. Ну так или не так? Да, именно так. То есть в принципе, опять же возвращаясь к тому, что нужно заключать брачный договор, не нужно его заключать. На самом деле я ярый сторонник брачных соглашений. Ярый. Потому что здесь я не вижу как бы вам сказать ущемления интересов там, не важно, мужчины, женщины. Сейчас у нас и мужчины домохозяйны или домохозяйки. Я не знаю, как правильно. Но, тем не менее, защищают интересы как одной стороны, так и другой. И, кроме того, в определенных финансовых махинациях, махинациях, в кавычках, определенных финансовых действиях, в схемах, это дисциплинирует. Это реально дисциплинирует. Сейчас мы прервемся на новости, а дальше продолжим эту увлекательную беседу. Звоните нам, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм. Продолжаем. Итак, мы для себя уяснили, что при заключении брачного договора брачный договор не регулирует личные неимущественные права. Брачный договор не может касаться личных прав и обязанностей супругов в отношении детей. И брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность непосредственно супругов. Правильно? Ну вот, да, это правильно. но здесь я хотел бы некоторую оговорку сообщить. Так. А поскольку брачный договор в самом брачном договоре могут быть определенные условия, которые не связаны с имуществом. Например, условия срока, в течение которого будет существовать брак. Или условия рождения или нерождения ребенка. То есть это неимущественные так по большому счету права и обязанности. то есть, например, срок расторжения брака, бывают договоры такие, брачные, согласно которым раздел имущества производится в разном порядке в зависимости от даты расторжения брака и, соответственно, инициатором расторжения этого брака. То есть, в договоре можно приписать в случае, если жена расторгает брак не ранее 2015 года, то имущество делится определенным образом. То есть, вот такое условие будет недействительным? Нет, такое условие оно как раз будет действительным. То есть, в данном случае это как дополнительный, ну, можно сказать, сдерживающий фактор того, чтобы жена, значит, осуществляла свои права. Это имущественные отношения, поставленные в зависимости от неимущественного условия. Но очень наивно на самом деле, конечно, потому что в браке можно и быть и не быть его инициатором, и мы же понимаем, как себя можно вести, и можно и не появляться дома, а то и вообще задискорритировать сам институт. Состоять в браке, но жить отдельно. То есть, тут, конечно, нету такой гарантии, что супружеские обязанности, брачные, неимущественные обязанности будут выполняться. Но, в принципе, это предусматривается законодательством семейным. И в том числе, например, рождение ребенка. Также, вот, например, в случае рождения ребенка или там рождения двух детей, то условия, значит, финансовые условия, имущественные условия в семье, они будут меняться. Кстати, мы забыли один аспект, касаемый брачных договоров. Мы же там можем, например, определить ей условия содержания одного или другого супруга. Вот моя супруга, например, она воспитывает моих детей, я зарабатываю деньги, и она говорит, что мне, я дискомфортно себя чувствую, когда прошу тебя деньги там на что-то. Разумеется, мне все время кажется, что там, не знаю, 15-й туфли, ну, это, да, вот, это наш патриархальный момент. Что-то лишнее, например. Тише, 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 не приобщайте меня к вам. Нет, я не приобщаю. У меня абсолютно другой патриархальный момент, поэтому вы можете их обидеть. Ну вот, а брачный договор в этом случае, он, конечно, может быть полезен и удобен, потому что можно определить размер этого ежемесячного, даже еженедельного содержания, которое супруг обязан выдавать жене, и уже не задавать вопрос на тему того, куда оно там расходуется. Потому что, опять же, при одном ребенке один размер, при двух, может быть, другой. Ну, к сожалению, к сожалению, просто и мужчины, не только в нашей стране, вообще мужчины крайне редко помнят о том, что женщина, которая воспитывает ребенка, она на самом деле работает похлеще нашего, да, то есть, в отличие от крутых мужиков, которые после восьмичасового трудового дня с пацанами пьют пиво, там работа, конечно, это не прекращается 24 часа в сутки. Кстати, мне понравились последние исследования в Великобритании. Традиционно такие исследования производятся не у нас. Посчитали, сколько должна зарабатывать женщина, воспитывающая ребенка. Если честно, я ужаснулся. Порядка 16 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Потому что в себе женщина совмещает не только преподавателя гувернанта, но и медсестру, и сиделку, и воспитателя детского сада, и пошло, и поехало, и так далее, и тому подобное. Ну вот, кстати, интересная тема, это как раз обязанности супругов в браке, не только в случае расторжения брака. Филипп, давайте вот тут поподробнее. Имущественные, ну вот, как вы сказали, по содержанию супруга, вот что будет, если не исполняет супруг в данном условии брачного договора? Понуждение. Вы меня как юриста спрашиваете, или как ведущего? Нет, я просто ставлю проблему. Да, давайте. Существует брачный договор, согласно которому есть условия, что жена... Кто-то из супругов говорит, не хочу. Да, он говорит, вот у меня нет возможности, там, я не хочу, там, нет, значит, у меня... Давайте лучше, не хочу, да, если как у Филипп Филиппича Преображенского, да? У нас два варианта есть, Полтинник жалко, за бред. Понуждение и отказ, то есть, приходишь, супругу приходит в суд и говорит, ну, значит, надо признавать недействительный договор, поскольку он просто злостно не исполняется. Но если там же есть, там же может быть целый набор условий. Не хочу разводиться, хочу расторгать договор. Да, просто расторгать договор. Либо взыскивать эти денежные средства. Ну, это тоже забавная ситуация, конечно. А как же понуждение? Ну, понуждение... Вообще, конечно, интересно. А вообще, на самом деле, интересно. Представляете, человек, значит, не исполняет брачный договор, неважно, женщина или мужчина, обращается кто-то из супругов в суд и говорит, понудить исполнить, правильно? Значит, ну, ладно, так уж мы задали этот онлайн. И вообще, традиционно в нашей стране все мужики скотины. И, значит, мужик не исполняет данный договор и данное судебное решение, да, говорит, что, ну, принудили, ну, молодцы, флаг вам в руки. Дальше, значит, необходимо обратиться в службу судебных приставов. Исполнительный лист получить. Слушайте, так же ведь можно, да, получить исполнительный лист. Так и до развода недалеко. Нет, а тут дело в том, что даже не до развода. Представляете, юридические головоломки. Договорение у нас до двух с половиной лет лишения свободы, если я не ошибаюсь. Правильно? То есть вплоть до того, можно довести, что за неисполнение брачного договора можно посадить к чертям собачьего своего супруга. Кстати, и таким макаром решить, а не только разводиться. Нет, ну, конечно, мы утрируем. Ну, поэтому я и говорю, что очень, ну, основное, конечно, основная задача брачного договора это все-таки при расторжении брака. Регулирование имущественных отношений. Не соглашусь, Филипп, ну, блин, хорошо, приобретение недвижимого имущества, приобретение подарков или еще что-то. Знаете, вот это традиционно в плохих фильмах про мужчин, когда показывают, подарки можешь оставить себе. Ведь это же, ведь можно все прописать и даже не париться потом. И обеспечение, которое должен супруг выплачивать в случае там развода или неразвода, можно предусмотреть, вы знаете, вы прекрасно это знаете. Наши радиослушатели, пожалуйста, не гоните от себя эту мысль. А, инвалидность одного из супругов. И вы представляете, бывают случаи такие, что люди говорят, ну, там, дорогой или дорогая, извини, ты прикована там к кровати, а я еще такой молодой или я такая вся молодая. то есть, такое же тоже было. Ну, да, но есть же постановление пленума, которое в этот момент регламентировало, отдельно там прокомментировало это положение. То есть, представим себе, что такая ситуация случилась, супруга уходит, возникает вопрос раздела имущества, и суд, адекватный, справедливый, хладнокровный, отступает от равенства долей, даже если нет брачного договора, и говорит, ну, извините, вот он зарабатывал, и на этой работе потерял здоровье. Ну, ему просто присуждают большее количество имущества, а, соответственно, супруги живой-здоровой присуждают меньше, потому что ее жизнь там только начинается, положено. И супруга еще будет платить ему алименты. Да, плюс алименты не отменяются, да. Да, товарищи, какая у нас глубоко теоретическая беседа. Давайте на практику, я просто, вот есть ситуация конкретная. По полу справедливого и беспрестрастного. Зачем нужен брачный договор, и зачем на практике он заключается, вот, можно сначала интимный вопрос, сподашу? Да. Роман, вот глядя мне в глаза, вот перед, перед объективом, который вещает на всю нашу доблестную аудиторию по интернету. У вас есть брачный договор? Нет, у меня брачный договор. Так, Филипп? У меня тоже нет. То есть мы, грубо говоря, такие крутые теоретики. Ну, просто жена, когда... Обсуждаете хотя бы с супругами? Нет, я объясню, почему есть позиция, моя собственная позиция, но супруга не просит ничего в этом смысле. вопросами в том, что когда мы поженились, у нас была моя девятка, машина Жигули, да, 21-09, все. то есть, ну, доля в квартире, это смешно, даже об этом обсуждать, маленькая. супруга настоящая жена генерала, да, вышла за лейтенанта. и в надежде на. Поэтому какой, может быть, брачный договор? Ну, у меня такая же ситуация, то есть, как-то, даже, может быть, стыдно, может быть, было обсуждать эти вопросы до брака. Что будет, если мы разведемся? То есть, ну, это как-то, по моему мнению, это нелогично. Может быть, впоследствии, то есть, мы приведем к какому-то ситуации, когда необходимо будет это определить. Вот, кстати, тоже важный, важный аспект этой темы, что брачный договор, он, порой, бывает важен не только для супругов, но и для наследников супругов, потому что он определяет статус имущества, который приобретается супругами в семье, в браке. И в случае смерти одного из супругов, ну, не дай бог, но ты смерти никуда, не денешься от нее. Ну, да. То есть, соответственно, на это имущество уже претендуют, либо не претендуют другие, совершенно, может быть, даже чужие люди, конкретной семье, только потому, что они, значит, являются родственниками. То есть, ну, я говорю о том, что, может быть, впоследствии, там, например, по прошествии, там, многого количества лет, супруги как раз приходят к тому, чтобы заключить брачный договор, именно по этим, основаниям. Я могу сказать, что по собственной практике, большинство людей, вот, с которыми я общался, приходят к брачному договору, именно из-за минимизации рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Ну, да, это тоже очень важно. Я понимаю, что это определенные сложности, потому что, когда вы придете получать кредит, большинство из владельцев предприятий сталкивались с этим в банк, вы приходите, говорите, как предприятие приходите, говорите, дайте кредит, некоторые банки требуют, да, поручительства, личное поручительство учредителей, да, и, соответственно, когда учредитель предъявляет в банк, а это будет обязанность, брачный договор, где будет написано, что по долгам отвечает исключительно человек сам, а не семья, банк запрашивает информацию об имущественных отношениях, ну и видно, да, что вилла во Флориде на жену, завод по производству маленьких автомобилей в Испании на жену, да, кстати, сарай в мытищах, да, 50 на 50, соответственно, банк может взыскать только половинку того сарая, да, то есть определенные сложности с этим возникли, но с другой стороны, и с другой стороны, понятно, да, что когда обороты на фирме хорошие, то есть, и 5-10, по крайней мере, вы можете себя обезопасить, это касается как мальчишек, так и девчонок, потому что девчонки у нас тоже бизнесвумены, и порой бывает даже так, что намного успешнее, чем мальчишки, я не брю, конечно, настоящих мужиков, в расчет, это настоящие мужики, да, слушайте, какая интересная ситуация, то есть, мы так, чувствую, Филипп, сейчас в конце нашей передачи, еще все-таки, Романа, убедим в том, что брачный договор нужен по-любому, по-любому, несколько целей, несколько моделей, по которым заключается этот договор, ну, вот, обычно, то есть, это гарантия при разводе, то есть, для большинства, по статистике, большинства населения, есть еще другая цель, о которой вы сказали, это сохранение, значит, и приумножение, семейного имущества, то есть, оптимизация, схема именно такая, существование, схема собственности, имущества. Схема, мне, знаете, напоминает на какое-то хитроумное изобретение, чтобы обойти какие-то законы, нет, это закон, закон напомнил, но во многом это бывает хитроумное. Вы меня, поправьте, если это 40, 40, 40, 40 и 42 статья Семейного кодекса, которая нам позволяет это делать, про брачный договор, ну, поправьте меня в следующей части, а сейчас мы прерываемся на новости, я напоминаю, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм. Слушайте, давайте сразу, во-первых, у нас тут разгорелся спор во время рекламы, сейчас мы друг другу еще порвем волосы, если кто может нас видеть на сайте финам.фм, то нам с Романом на самом деле терять уже больше нечего. Это облегчение. Все нападут на меня. Да. Слушайте, давайте послушаем, у нас звонок от радиослушателя, который хочет вклиниться в нашу доблестную беседу. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Стреляйте. Да, у меня есть вопрос, значит, скажите, пожалуйста, если у меня есть брачный договор, к моменту его заключения мною была приобретена, то есть до брачного договора была приобретена квартира, но она была приобретена по предварительному договору и по ипотеке. Так. То есть в процессе уже брака, то есть на момент брака она была куплена, после заключения брачного договора выплачивали справку по ипотеке, и там ипотека была погашена и получена право собственной. Вот мой вопрос в чем? Если у меня есть брачный договор и квартира куплена до брачного договора, необходимо ли квартиру эту включать в брачный договор? А что у вас вообще в брачном договоре написано? Мне непонятно совершенно. Что у вас там? В брачном договоре, на самом деле, определен раздельный, так сказать, раздельный порядок, да, раздельный режим имущества. То есть кто что купил, кто является титуленным собственником, заявляется реальным собственником, да? Роман, по-русски. Короче, на кого оформлено свидетельство о праве собственности, тот и хозяин, правильно? Ну, вроде бы как да, но я знаю, что по факту наши суды, к сожалению, не всегда приняли решение, которое прямо предусмотрено, брачным договором, там есть понятие кабальная сделка, там и прочее. То есть вопрос в чем? Если квартира прямо не упомянута в таком брачном договоре про раздельный режим имущества, можно ли? То есть могу ли я быть уверенным, что при любом, как бы, течении ситуации эта квартира останется в моей собственной? Моя точка зрения. Коллеги могут не согласиться. Нет, Сергей, не можете быть уверены, потому что квартира, несмотря на то, что вы выплачивали ипотеку уже после заключения брачного договора, сама регистрация и сама передача права собственности произошла до брачного договора. Соответственно, на нее будут распространяться те правила и те нормы, которые прописаны в семейном кодексе. Я передаю эстафетную палочку моим коллегам, которые могут со мной не согласиться. Ну, я, наверное, да, соглашусь в данном случае. Риски есть, и, конечно, лучше бы, конечно, его перезаключить, написать брачный договор, квартиру отдельно указать, уже ничем не рисковать, конечно. Ну, вот я не совсем понял, у вас предварительный договор был до брачного договора, то есть вы право собственности не оформляли до заключения брачного договора? Ну, да, был предварительный договор, да, право собственности было получено уже в период брака. Филипп задумался, он не знает, он не знает, что сказать. Говорите прямо то, что думаете. Вам действительно неплохо было бы дополнительно, то есть изменения внести, в любой момент можно внести изменения в этот брачный договор. Понятно. То есть даже раздельный режим имущества... Сергей, сам, смотрите, вот почему Филипп задумался, то есть предварительный договор, то есть сослаться в суде в конечном итоге на то, что это был предварительный договор или непредварительный, но вы видите, как быстро работает мозг у юриста, сразу же была просчитана уже конечный результат в суде, да нифига подобного, судья признает, что несмотря на то, что предварительный договор, денежные средства там или само волеизъявление было заявлено еще во время брака до заключения брачного договора. Таким макаром вы можете влететь как сборная России по бабслею. Понятно. На самом деле большая часть суммы была перечислена по предварительному договору и буквально там четверть была выплачена потом по ипотеке. Ну вот видите, то есть все равно основные средства были совместным нажитым имуществом, которое вы внесли в данную квартиру. вместе с супругом. А вообще, конечно, да, пытайтесь, ну это, короче, это не к юристам, это к психологам. Защищайте своих девчонок, я вас очень прошу. Спасибо. Да не за что. До свидания. Давайте к практике. Все-таки про ипотеку хочу сказать. Ипотека, бич, долги и так далее. И остальные проблемы российского населения. Супруг покупает квартиру. У них есть совместно нажитое имущество какое-то. Он покупает квартиру, берет 6 миллионов в долг. У него хорошая зарплата. В кредит берет. И вот его супруга, я ее знаю на протяжении многих лет, если он вдруг нас слышит, он, наверное, поймет, что я о нем говорю. А очень такая строгая девушка, она прям очень переживает. И она настояла на том, чтобы был заключен брачный договор, в соответствии с которым квартира будет лично его имуществом. И долг, разумеется, будет лично его имуществом. И она настояла на том, чтобы в кредитном договоре была отдельная оговорка, что имеется брачный договор, и об этом банк понимает. Именно потому, что она не хотела отвечать тем, что они уже нажили, потому, что жить они в этой квартире все будет вместе. И семья у них там, ребенок и так далее. Не хотела бы отвечать этим имуществом и рисковать потерять это из-за вот этой вот сделки. Правильно. Это то, что мы обсуждали, что как раз тут конкретно брачный договор может здорово защитить. Я прям жму руку этой девушке. Дело в том, что действительно при определенных обстоятельствах те люди, неважно мужчина это или женщина, которая занимается поддержанием семьи, воспитанием детей, блин, у нас все равно это под 90% в случаях это женщина. То есть супруга остается очень незащищенной. Вы с этим согласны, коллеги? Да, ну в некотором случае, конечно. И есть еще такие же ситуации. Еще одну расскажу в качестве завершения по практике. В 97-м году супруги стали здесь жить. Сначала просто гражданским браком. И жили они у жены, так у мужа ничего не было. Ну, у гражданского. Понятно, что это все не имеет никакого отношения. Потом они заключили брак, а вот он до брака учредил ООО обычное, которое ничего не зарабатывало. Жена его кормила, поила. Ну, все вот так вот. А потом, по-моему, то ли там ноу-хау какой-то, то ли что-то. В общем, человек очень резко, круто, прям много заработал. И уже буквально через два года резкого подъема он продал свою долю и уехал в другую страну вместе с женой. В Голландию. В Голландии, я просто общался с их юристами, они просили меня их проконсультировать. У них там тоже так же пополам. Все пополам делится. То есть все очень просто. Но судья говорит, так как у вас там вы жили в России, это имущество было куплено в России, и делить ваше имущество я буду по российскому законодательству. И, пожалуйста, вот начались эти консультации письменные. Я им там писал, переводил семейный кодекс, какие-то там тоже отвечал на вопросы. А и вот суть именно в том, что как быть-то? Ведь есть дополнительная стоимость, которая прибавилась уже в браке к этой компании. А ведь суть именно в том, что голландцы, они изначально говорят, ну а при чем здесь? Ну или мы тоже можем сказать, ну а при чем здесь ООО? Если это ООО было до брака куплено, какое отношение иметь к совместному имуществу? А мы-то говорим о том, что она двоих детей тоже ему вырастила, воспитывала это все, это тоже ее инвестиция. А он чем занимался? Он себя образовывал на общие деньги, ну там курсы разные и так далее. Он занимался этой вот работой. Это же общий капитал. И вот у них нет брачного договора. И сейчас суд, как он примет какое решение, пока неизвестно, потому что все это в процессе, там тоже все очень долго длится. Но вот брачный договор бы ей очень сильно пригодился в этом случае, если она была бы предусмотрительной. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, заметьте, это говорит тот человек, который в начале передачи сказал, что да, ну нет, брачный договор не нужен. Ну он нужен, но заключать его обязательно, ну я бы не стал бы. Нет, еще раз повторяю, что у меня абсолютно другая точка зрения. И конечно не пытаюсь возвести это в абсолютно, чтобы приходя в ЗАГС, вам уже выдавали сразу брачный договор. Но, по крайней мере, задуматься об этом надо. Я понимаю, что в силу нашей профессии, вот с коллегами, нас еще очень здорово сейчас понимают врачи, которые тоже в своей практике сталкиваются с такими случаями. То есть надо обязательно подумать. Надо подумать не только о брачном договоре, надо подумать обязательно о завещании, надо обязательно подумать о том, кто, как, насколько хорошо документарно зафиксированы вообще все имущественные права. Ничего страшного, даже если у вас сейчас из имущества, только долги. Даже это надо все равно как-то структурировать, прописывать, чтобы была информация. Потому что таким образом вы облегчите жизнь не только себе, но и вашим родственникам. И в первую очередь, конечно же, вашей семье. Да, товарищи, вот такая вот ситуация. Брачный договор. Казалось бы, да, звучало в самом начале не так интересно, но это большинство всех юридических терминов звучит не так интересно, как это оказывается. Я хотел, кстати, тоже дополнить, что у брачного договора есть определенная специфика. То есть, в отличие от простого договора, есть еще также специфические условия, например, расторжение признания недействительным. Так. Договор. Ну же вы все на протяжении всей передачи расторгнуть хотите брачный договор. Нет, я просто, как юрист, хочу обратить внимание радиослушателей на те подводные камни, которые могут быть и которые появляются при заключении даже брачного договора. То есть, брачный договор, как любая сделка, может быть расторгнут, признан недействительным. Угу. Вот. И существует даже определенная норма, согласно которой, если в нем включены условия, которые заведомо ущемляют права одной из сторон, то он в этом случае будет судом признан недействительным. Целиком договор или данный пункт? Вот договор будет признан недействительным. Целиком. Не, не, я уверен, что там... Это то же самое, что регламентировано. либо частично. Частично, частично. То положение, которое ущемляет, конечно. Нет, просто тоже кажется, что частично. Вы тоже тогда не обнадеживаете. Филипп просто очень имеет большую практику в суде, поэтому, как бы... Да, приходится сталкиваться в основном с конфликтными ситуациями. Вот. Кто с чем работает, потому что, тоже должны понять, да, у хирурга-травматолога жизнь не такая уж и розовая. Правильно, так и у юристов, которые постоянно судятся. Но без этого никуда. Это, к сожалению, а может быть и к счастью, наша работа. Продолжая, как бы, уже, точнее, закругляя данную тему, еще раз подытожим, что брачный договор у нас неимущественные права, как таковые, не смотрите на меня, не регламентируют, регламентируют исключительно имущественные права. Вы не можете предусмотреть в брачном договоре, как сказал Филипп, те пункты, которые по гражданскому законодательству делают или ухудшают положение одной из сторон по отношению к закону, сделают его недействительным, что-нибудь забыл, не забыл. Я думаю, нам нужно сказать, это будет очень полезно, когда вам нужно задуматься о брачном договоре, я имею в виду, на какое поведение супругов нужно обращать внимание. Это когда супруг свою зарплату домой не приносит или когда супруг покупает мамам и папам имущество. Это самые трагические ситуации, у меня такие были, я даже, да, выступал на стороне таких супругов, когда все куплено на маму, потом... Поскольку у нас заканчивается эфир, но только что позвонил нам наш радиослушатель, который пытается поставить в тупик нас всех, давайте же мы его послушаем. Давайте, с удовольствием. Леонид. А, да, добрый день. Хочу успеть поставить в тупик. Смотрите, важно не только, как супруги относятся друг к другу в соответствии с брачным договором, а то, как внешний мир государства относится к тем, кто вот так заключил договор. 30 секунд. Бессмысленности такого договора. Например, вы лежите в больнице и к вам в больницу по закону имеет право только родственников, допустим, жену или мужа пустить. Ну, вы в тяжелом состоянии и вот, чтобы вред вам не оказать, только родственников и пустят. Но в паспорте не будет стоять, у вас не стоит договор это брачный или нет, просто штамп о браке. А если вы в брачном договоре... Леонид, у нас просто заканчивается время. Смотрите, тоже необходимо две вещи поясню. А, гражданский муж или гражданская жена такого понятия... Это реально зарегистрированный брак. Все остальное называется сожительство, то есть не верьте телевизору. И второй, жена не является родственником. К сожалению, по закону жена не является родственником. Поэтому я вас очень прошу, как бы, уважаемые радиослушатели, прям запомните это. И когда вам в следующий раз скажут, а, вот он проживал с гражданской женой, поправляйте всех людей и говорите, что он проживал не с гражданской женой, а с сожительницей. Почему это идет? Потому что гражданский брак это гражданский брак, церковный брак это церковный брак. Нет у юристов такого понятия, как гражданское замужество или это сожительство. Ну, до 44-го года, да? Мы помним, 8 июля 44-го года. Вот браки до признавались, после нет. Вот. Если вдруг очень взрослые люди, то можно, конечно, об этом говорить. Все, мы уходим на новости. У нас спасибо вам большое за внимание. До следующего четверга. Филипп Шишов был у нас и Роман Бетридинов. Роман Бетридинов. Роман Бетридинов. Роман Бетридинов. Продолжение следует...